Думы, вы как внимательные наблюдатели видели вчера, с каким вопиющим цинизмом и, я бы сказал, грубейшим нарушением регламента Государственной Думы, Конституции рассматривались законы о организации двух офшорных зон. Думы, причем некомпетентность, с моей точки зрения, главного докладчика, говорит о том, что, ну, наверное, специально даже выбрали человека, который не до конца разобрался, куда его подставить. По большому счету, люди, которые увезли триллион долларов из Российской Федерации, находясь сегодня в панике, пытаются диктовать волю по дальнейшему ущемлению прав большинства. Потому что пенсионная реформа, я могу вам сказать, на основании двух статей и доклада, подписанного сотрудниками во главе с начальником департамента актуарных расчетов пенсионного фонда, полностью подтверждает о том, что никакой актуальности проведения в нынешнем виде пенсионной реформы нет. А ратификация двух сегодня конвенций, которые призваны несколько сгладить, ну, скажем, отрицательный фон, на самом деле таковым не является. Почему? Потому что из конвенции 102 о гарантиях основных норм социального обеспечения изымаются, с нашей точки зрения, два важнейших раздела. Да, по положениям ратификации страна ратифицирующая вправе изъять два раздела при ратификации. Но обратите внимание, какие разделы изымаются у нас по семейному обеспечению. Это при том, что у нас неоднократно официальные представители власти в лице вице-премьеров и министров признавали, что из 20 миллионов безработных или живущих за чертой бедности, 5 миллионов – это люди с детьми, это семьи с детьми. И получается, что как раз то, что по конвенции 102, в первую очередь, должны гарантировать власти, они от этого отказываются. Второе, не менее важное – это гарантии по безработице. Вы знаете, что у нас самые, наверное, необъективные и низкие пособия по безработице – от 850 до максимума 5000. И, в принципе, сегодняшняя статистика не отражает реальной безработицы в Российской Федерации. Это можно увидеть даже по официальной статистической информации, где по безработице всегда есть две цифры. Есть официальная безработица, которую Росстат на основании служб занятости фиксирует. Они же написаны по методике МОД, это безработица всегда в 10-15 раз выше, чем официально показывает статистика. Но проблема еще и в другом. У нас госпожа Голодец, будучи вице-премьером, как раз отвечающим за труд и социальные вопросы, признавала о том, что в стране от 26 до 30 миллионов людей трудоспособного возраста непонятно, чем занят. Я спрашиваю, разве люди виноваты в том, что в стране не созданы условия добросовестно платить налоги и отвечать за теневую экономику. У нас ведь получается, что в тени и привлечением госарбайтеров, как правило, занимаются фирмы, плотно аффилированные с правоохранителями и властными структурами. Поэтому, по нашему мнению, в принципе, цинично выглядит, когда вы с одной стороны с помощью пенсионной реформы до 15 миллионов в перспективе добавляете безработных на и без того перегретый рынок труда. И правительство, в принципе, не предлагает среди законов как раз вопросов, которые бы решали проблемы и легального оформления статуса безработного, и достойного обеспечения семей безработных, как это есть в большей части стран, ратифицировавших 102-ю конвенцию, а таких стран более 50. Ну и, конечно же, нас возмущает то, что, в принципе, сегодняшнее большинство, оно, в принципе, служит как раз олигархии, которая довела страну до кризиса. А я утверждаю, что Россия находится в глубочайшей стагнации, потому что никаких элементов роста экономики, кроме эффектов от повышения цен на энергоносители, нет. Более того, кредитно-денежная политика, бюджетная политика, проводимая в стране, усугубляет эту стагнацию, потому что, в принципе, нет адекватности восприятия происходящего. У нас ура-ура футбол, хотя, ну я сам занимался немножко спортом, в спорте, кроме первого места, других мест нет. Ну, еще призовыми являются второе и третье. У нас же восслабляет людей, которые даже до полуфинала не дошли. Ну, теперь, мне стало вчера понятно, когда представители Единой России, выступая в 10-минутке, рассказывают, что все непопулярные реформы надо проводить на фоне массовой радости. Вот создали футболом массовую радость и сразу же залезли во все карманы и ударили по голове отсутствием. Вот в большей части присутствующих здесь, в принципе, ну, придется работать до смерти. Вы должны это осознать. Почему? Ну, сказал бы, что ваши жертвы были бы не напрасными, я утверждаю, что ваши жертвы будут напрасными. Почему? Потому что мы 1,8 триллиона получили дополнительный доход только за 5 месяцев. Из них мы только 67 отправили в реальную экономику и на социальное обеспечение. Все остальное опять непонятно куда. Я вам напомню, что мы уже более 600 миллиардов долларов из так называемых фондов позволили раскассировать людям, которые сегодня диктуют вот эти законы и по офшорам, и по пенсионной реформе. Но от этого же у вас ни у кого не добавил. Поэтому мы будем настаивать на включении в повестку дня нашего закона о моратории на повышение пенсионного возраста, потому что любой человек, у которого хотя бы 3 извилины есть, понимает, что это альтернативный закон, да? Или повышение пенсионного возраста, или мораторий на повышение. Я надеюсь, что среди вас нет же таких, кто так не считает. Этот закон был несен своевременно, но, учитывая политику большинства, себе все, врагам закон, они просто не включают в повестку дня. Кроме того, хотел бы отметить и тот факт, что у нас в принципе и повышение НДС на 2%, кроме вреда для реального сектора, ничего не даст. Потому что вы понимаете, если это сложное производство, на всех переделах по 2, то это будет уже не 2. Кроме того, мы считаем, что нынешние законы, вчера в частности принятые, о снижении страховых взносов в пенсионный фонд на 4%, это искусственное создание дополнительного дефицита пенсионного фонда. Ничем не обоснованно. Потому что у нас сегодня, те, кто еще не понял, у нас регрессивная шкала тарифов пенсионной фонды. То есть те, кто получает до миллиона, они платят 22%. Или за них платят. Все, кто получает больше, платят 10%. С какой стать? В любой стране, если вы ратифицировали социальную хартию, если вы хотите ратифицировать 102-ю статью, то вы элементарные нормы справедливости должны соблюдать. С нашей точки зрения, у нас этим не пахнет. Почему? Потому что в условиях незаконного обогащения, в принципе, справедливости и сочувствия, они отсутствуют. Потому что люди, которые воровали неоднократно Россию и ее народ, в принципе, мне кажется, идут сейчас на все тяжкие. Не понимая, что у нас, если вы посмотрите, то у нас все года с окончанием на 8 имеют трагический оттенок. Напомню вам, 98-й год. Черный вторник, дефолт. Помните, да? Напомню вам, 2008-й год. Опять наша привязка к так называемой мировой системе привела к тому, что мыльные пузыри на американских фондовых рынках привели к обвалу у нас, да? И к девалювации последующей и фактически изъятию половины доходов всех граждан. Сейчас 2018-й, наверное, время очередного катаклизма. И с нашей точки зрения, вносимыми законами, в принципе, власть стимулирует и ускоряет как раз к августу месяца. У нас все катаклизмы с вами, к сожалению, происходят в августе. Поэтому мы вам желаем объективного освещения происходящего и более активного участия в жизни, потому что все это касается всех вас. Отнимают будущее у вас и вашей страны. Вы должны это осознавать. Потому что для граждан Швейцарии, которые сегодня первые на ухе у председателя правительства, или граждан Дании, им до барабана, что происходит в Российской Федерации. Они все, что можно, вывезли. И сегодня, несмотря на объявления ссорными 14 офшоров, они уже вполне легализовались на Западе. Они ездят сюда на шабашку. Вы это должны осознавать. И для них украсть еще там несколько десятков миллиардов долларов – это вопрос времени, но не их необходимости. Поэтому мы будем жестко противостоять этому. И 28-го, несмотря на массовые запреты и усилившиеся репрессии в отношении наших активистов, а я утверждаю, что в подавляющем большинстве городов, несмотря на выполнение требований закона о митингах и шествиях, незаконно отказано в проведении таковых 28-го июля. Против ряда наших товарищей, я думаю, что вы в Ютьюбе видели, как в отношении депутата Саратовской областной думы, незаконно чоповцами допускались противозаконные меры недопуска на заседание законодательного собрания. Вы знаете, что в отношении нашего коллеги из шестого созыва Бессонова Владимира Ивановича проходит незаконный суд, который, в принципе, закончило судебное следствие, где все доводы и обвинения были в судебном заседании разбиты, но, учитывая команду сверху, ни одно не включено протокол судебного заседания. Потому что те, кто были якобы пострадавшими, уже уволены за грубое нарушение из органов внутренних дел, за грубые фальсификации документов. И я хочу сказать вам, что все вот эти вопросы, они рано или поздно приведут к серьезным событиям в Российской Федерации, если власть в лице президента, который спрятался, как всегда, в острых ситуациях, не отдумается и не примет решений, которые бы отменили вот это нагнетание необъективных наступлений на права людей. Спасибо вам, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова